Это одно из самых загадочных течений ислама. Его приверженцев не любят ни ортодоксы, ни власти. Первые считают эретиками, вторые – сектантами. Я про суфизм – самое распространенное направление мусульманства в Центральной Азии. Если отвлечься от религии, то суфийские ритуалы, все эти кружащиеся дервиши, песнопения и танцы, весьма красочны сами по себе. Они являются скорее достоянием культуры, чем религии. Так же, как, например, песни григорианских монахов или церковная органная музыка. Наш репортаж о том, как в наши дни живут суфии в Узбекистане. Это не мечеть. Но здесь каждую неделю собираются люди, чтобы помолиться и совершить ритуал. На этот раз их больше, чем обычно. С хаджа из Мекки вернулся перед Ибрагим. Поэтому каждый старается подсесть к нему поближе, чтобы святой старец отпустил грехи. Игамберды был первым дотронувшимся до шейха Ибрагима. Для него это особенно важно, потому что сегодня он был принят в общину суфии. Профессиональный электрик с 10-летним стажем безработицы наконец-то смог обрести душевное равновесие и найти себя среди таких же, как он. Когда ты медитируешь от чистого сердца и не думаешь ни о чем, кроме Аллаха, ты забываешь все, даже самого себя. Это и называют джавза. Но не всякому суждено это испытать. Игамберды хотел стать мулой. Не получилось. Не хватило знаний, да и возраст не тот – 50 лет. Тогда он узнал, что приблизиться к Богу можно не только, молясь по пять раз в день. Игамберды стал посещать суфийскую общину в старой части города Мдижана. Его впечатлили ритуалы, которые не увидишь в обычной мечети. Танцы и байт, песнопения. Его он готов слушать часами. Надо забывать всех окружающих, всех родных, всем своим существом думать только о Боге. Тогда можно простить себя и возвыситься. Но, повторюсь, не каждый может это испытать. Для этого нужно пройти определенные этапы суфизма. Община, куда приняли Игамберды, примерно состоит из ста человек. Главный здесь – шейх или иначе пир. Вокруг него объединяются простые суфии – муриды. Каждый четверг они справляют зыкр. Зыкр – это поминание Аллаха. Такой зыкр называют джихрия. Суфии громко произносят имя Аллаха и сопровождают это танцами. Этот ритуал настолько и захватывает, что у некоторых появляются слезы умиления. Зачем нужен джихрия зыкр? У некоторых людей душа горит. Если они не выблюхнут свои эмоции, то они сгорают. Поэтому шейхи говорят – выполняйте джихрия. В отличие от своих андижанских собратьев, бухарские суфии ритуал исполняют молча. Этот зыкр называют Пхуфия, потому что так завещал 700 лет назад Накшбанди, основатель среднеазиатского ордена суфиев. Его усыпальница – своего рода маленькая бухарская Кааба, куда приезжают паломники суфии со всего мира. Суфизм сейчас заново рождается и развивается, потому что это учение призывает людей быть честным, чистым, любить друг друга и с любовью поклоняться всевышнему. Жизнь по канонам нашего пророка Мухаммеда. Рахматуллах Хаджи – шейх бухарских суфиев. Он говорит, что ритуальные танцы и гласное обращение к Богу характерны только для последователей учения Яссавия, хотя андижанские суфи считают себя приверженцами Накшбанди. Нельзя сказать, что они неправильно справляют зыкр, потому что есть много людей, которые достигают истины через Джахрия. Вот Хаджи Ахмад Яссавий сначала был учеником Муридом, а потом стал шейхом. И сейчас в мире вместе с учением Накшбанди существует и Яссавия. Их дело будет продолжаться до наступления конца света. Рахматуллах Хаджи семь лет назад был обычным сварщиком. Своё духовное состояние суфия он удачно совмещает с фермерством. Наши помидоры мы отправляем повсюду. Джизак, Ташкент, Каракал, Пакстан. Часть дохода от хозяйства идёт на поддержание суфийской общины. Это вполне в духе учения Накшбанди. Независимо от периодов истории, суфии призывали к строгому следованию Корану, отказу от роскоши и духовному очищению. Суфизм Средней Азии нашёл свою нишу в виде учений Накшбанди, Ясавия и Кадрия. С приходом к власти коммунистов суфизм ушёл в глубокое подполье. Сегодня он начал проявлять себя в бедных кварталах узбекской Махалли. В Узбекистане, в Средней Азии, суфизм сегодня ненаучный. Поэтому, грубо говоря, он больше основан на подражании. Большинство людей, посвятившиеся суфизму, далеки от шариата. Среди них есть грамотные, но их очень мало. Собрание суфийского братства продолжалось до 11 вечера. Ритуал завершился. Люди чувствовали облегчение, выполнив долг перед Всевышним. И этого хватит до следующего четверга. На наш вопрос, что заставляет их приходить сюда, мы так и не получили ответа. Но один из старцев сказал, суфизм невозможно понять, как и самого Аллаха. На этом и остановимся.